Ветеринар Мэйсон совершал свой ежедневный объезд по национальному парку Бандипур в Индии, чтобы посмотреть, не требуется ли помощь кому-нибудь из его обитателей. Мэйсон любил свою работу, и он не раз помогал в трудной ситуации огромным слонам и даже грозным хищникам, таким как тигры и леопарды. В тот день ветеринар обратил внимание на одиноко стоящего слона, а его стада не было видно нигде поблизости. Мэйсон почувствовал всем сердцем, что что-то случилось, хотя слон мог просто дожидаться остальных членов стада. Мужчина решил немного подождать и посмотреть, что будет дальше, стараясь при этом не приближаться к животному слишком близко, чтобы не испугать его или не вызвать его агрессию. Так прошел целый час, но ситуация ни капли не изменилась, а Мэйсон обратил внимание, что слон стоит совершенно неподвижно. Гигант даже не шевелил хвостом, чтобы отогнать насекомых, а его уши также оставались неподвижны, хотя обычно слоны поворачивают их в разные стороны, чтобы лучше слышать то, что происходит вокруг. Мэйсон насторожился, понимая, что что-то не так, после чего вышел из машины и, глядя в бинокль, стал медленно приближаться к слону. Подойдя ближе, ветеринар наконец понял, что большому животному очень больно, так как из его глаз стекли крупные слезы. Еще до конца не разобравшись, в чем дело, Мэйсон позвонил своим коллегам и попросил приехать сюда как можно скорее. При этом сам Мэйсон решил не дожидаться остальных и решительным шагом направился к животному. В нескольких метрах от слона мужчина опустился на одно колено, чтобы показать, что он не собирается причинить ему вред, и доброжелательным тоном попытался успокоить гиганта. Слон почувствовал, что Мэйсон пытается ему помочь, и сам опустился на колени, решив довериться человеку. Примерно через час прибыла подмога, а Мэйсон тут же направился к ним и объяснил, что сухопутному гиганту срочно требуется их помощь. У слона был огромный абсцесс на заднем бедре, который наверняка причинял ему невероятно мучительную боль. Из-за больших размеров животного его невозможно было доставить в клинику, поэтому ветеринары приняли решение делать операцию прямо на месте. Первым делом специалисты ввели слону наркоз и помогли ему удобно лечь на землю. Далее нужно было делать все оперативно, так как гигант мог в любой момент очнуться и наброситься на людей. Ветеринары вскрыли абсцесс, аккуратно почистили рану, ввели все необходимые лекарства и наложили повязку. А слон к этому моменту уже начал отходить от наркоза и понемногу шевелился. Люди быстро завершили оставшиеся процедуры и вернулись к своим машинам. А слон медленно поднялся на четыре лапы. Сначала животное стояло неподвижно, с трудом понимая, что происходит вокруг. Но затем обитатель национального парка приветливо замахал хвостом, словно сигнализируя людям, что операция прошла успешно. Ветеринары обрадовались и уже собирались уезжать, предполагая вернуться сюда завтра и продолжить лечение. Увидев это, слон неожиданно пошел в направление людей. Специалисты старались не двигаться, чтобы не вызвать у животного вспышку агрессии. Ко всеобщему удивлению, слон подошел прямо к машине Мейсона и своим хоботом крепко обнял человека. Так гигант отблагодарил неравнодушного человека за его помощь, а все окружающие были невероятно растроганы этим зрелищем. Затем слон протрубил в свой хобот и направился вслед за своим стадом. А люди долго смотрели ему вслед, довольные от того, что сегодняшний день был прожит не зря.